Там же работает Андрей Лайшин, с нами на связи. Андрей, здравствуй, как сейчас ситуация в Бахмутовке? Да, Наташа, по предварительной информации с передовой, террористы взяли село Бахмутовка. В наступление на поселок террористы пошли вместе с так называемыми донскими казаками и вооруженными сепаратистами. Посмотрите, какой ожесточенный бой там шел. Военные с передовой признают, террористам удалось уничтожить один из блокпостов неподалеку Бахмутовки. Наши ребята отбивались, но не хватило боеприпасов. В результате один погибший, еще двое ранены, а вот еще утром в село можно было беспрепятственно проехать. Около семи вокруг нас. Да. Слева, справа, сзади. Но по нам еще не попадало. Есть еще одна горячая точка. Между селами Смелая и Хорошая. Там убиты шесть украинских военных, еще шестеро ранены. Двух террористы взяли в плен. Боевики уничтожили четыре БТРа, один танк и одну БМП. На этом террористы обещают не останавливаться, хотят отвоевать утраченные города. Боевики проводят передослокацию живой силы и техники, расширяя чутки про подготовку наступов в напрямку мест Дебальцеве, Мариуполь, Авдеевка в Донецкой области и мест Лисичанск, Северодонецк и Счастье в Луганской области. Неподалеку от Счастья также стреляли. Террористы пытались уничтожить позиции наших солдатов вблизи дамбы. Бои там не утихают практически никогда. Работают вражеские минометы и снайперы. С крупного они ложат, а так стреляют. Агрессия там крупнокалиберная. Мы обычно действуют небольшими группами. Выходят, отрабатывают пару минут, не давая себя засечь, уходят. Также работают ДРГшки ихние, диверсионные разнообразные группы. Дважды под обстрелом также оказались украинские военные. На выезде из города Счастье террористы традиционно использовали минометы. Вот как вы можете слышать, сейчас тоже продолжается какой-то обстрел. Но, Наташа, мы остаемся в регионе, несмотря ни на что, и следим за развитием событий. Спасибо, Андрей. Андрей Лащи, ситуация в Луганской области.